И приветствуем всех тех, кто у нас присоединился онлайн. Доброе утро! Слава Богу! И давайте мы сейчас на своих местах коротко помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы Бог благословил нас хорошим словом, хорошей пищей. Господь, Боже, мы благодарим Тебя за это время. Мы просим Тебя, благослови нас, благослови нас словом Своим. И пусть Слово Твое, Господь, даст нам пищу, даст нам откровение, назидание, наставление в вере во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу! Всех приветствую! И вы знаете, тема, на которую я хотел бы сегодня говорить, проповедовать, когда мы были в этом году в отпуске, были на море, вы знаете, я смотрел на людей, которые приехали так же оздоровиться, так же подкрепить свое здоровье. И я посмотрел, что люди, некоторые делают это спонтанно, а некоторые люди делают это целенаправленно. Они каждый год, они стараются с всей семьей, со своими детьми быть на море, на солнце, и где-то поднять, укрепить свое здоровье. И делают это систематически. И вы знаете, посмотря на это и живя в той обстановке, в которой мы сейчас находимся, и мы понимаем, что мы проходим определенный такой вот кризис, мы проходим определенную пандемию, и вы знаете, я хотел бы говорить сегодня о здоровье. Но не просто о здоровье физическом, я хотел бы сегодня говорить о духовном здоровье. Потому что это как никогда важно в это последнее время. Поэтому тема моей проповеди – это духовное здоровье. Духовное здоровье. И я хотел бы говорить на эту тему. Давайте мы откроем 3 Иоанна, 1 главу, и прочитаем со 2 по 3 стих. Апостол Иоанн, он пишет своему соработнику, пишет Гаю, и говорит такие слова «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Очень важный момент. Апостол, он приветствует, он говорит, я молюсь о тебе, брат, я молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал, чтобы ты преуспевал. И даже то, что я слышу от братьев, ты пребываешь в истине, ты верный человек. И вот это, наверное, наставление, оно сегодня необходимо каждому из нас, чтобы мы ходили в вере, ходили в истине, были верными людьми Богу. Это очень важный момент в жизни. И я провел такую аналогию с нашим физическим здоровьем. Что происходит с нашим физическим здоровьем и что происходит с нашим духовным здоровьем? Порой наступают такие моменты, когда человек в какой-то момент, и обычно это происходит так, что он внезапно попадает в больницу. Есть такие моменты, что вы внезапно оказались в больнице, вы внезапно оказались лицом к лицу какой-то болезни, вы внезапно попали в какую-то ситуацию очень серьезную и тяжелую. И вы знаете, нам порой, когда мы оказались вот в этой ситуации, нам кажется, ну вот сейчас здесь я прохожу какие-то трудности, прохожу какие-то испытания, я болею или еще что-то. И в этот момент нам кажется, что мы в один миг можем укрепить свое здоровье, мы можем поднять иммунитет, и в этот момент человек начинает, когда он попал в больницу, он начинает правильно питаться, он начинает какие-то упражнения делать, он начинает за собой следить. Но вы знаете, вот в этот самый момент, когда пришла трудность, когда пришло какое-то испытание, пришла какая-то болезнь, порой бывает поздно. Я заметил то, что мы можем сохранить и то, что мы можем приумножить в своей жизни, оно не происходит мгновенно, оно не происходит в тот момент, что вдруг вот ты оказался в проблеме, и ты быстро ее решил, ты быстро из нее вышел. Вы знаете, такого не бывает, потому что даже физическое здоровье, на него нужно потратить время. И когда мы смотрим по физическим показателям, здоровый человек, что он делает в своей жизни? Что он делает? Давайте подумаем. Наверное, он двигается, наверное, он ведет правильный образ жизни, подвижный образ жизни, он следит за весом, ростом, он следит за своим состоянием. Помимо этого, здоровый человек, он правильно питается, и его питание, оно сбалансировано. Он не питается только сладким, он не питается только тортами, он не питается какими-то вот языческими в своей жизни, Потому что если питаться только этим, будут проблемы через какой-то момент. Мы знаем, что нужно сбалансированное питание, нужно и салаты есть, нужно и это есть, и то, и другое. Нужно следить за собой. И также мы понимаем, что здоровый человек, он имеет время для отдыха. У него здоровый сон, у него есть время выходного дня, у него раз в год как минимум есть полноценный отпуск, где он может переключиться. И врачи, они говорят, что где-то 21 день нужно человеку для того, чтобы отключиться, переключить свои мысли, расслабиться полностью. И вы знаете, за это время, когда человек находится на солнце, нужно время, чтобы накопить витамин D. Нужны определенные дни, чтобы вот это солнышко, оно проникло в тебя. И это определенная дисциплина и определенный процесс. И вы знаете, я то же самое увидел в духовном мире. В духовном здоровье нашем это очень важно правильно двигаться, что-то делать. В духовном здоровье важно сбалансированное питание и также важен отдых. Я хотел бы поговорить об этих моментах. Писание предупреждает нас. Притча 4 глава 23 стих говорит нам. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Сам Бог и Божье Слово предупреждает, что быть духовно зрелым, быть духовно здоровым человеком, нужно хранить свое сердце. Нужно заботиться о своем сердце и понимать, что в сердце у человека. Если человек хранит свое сердце, он сохраняет свои духовные качества, он сохраняет саму жизнь. Он имеет отношение с Богом. Такой человек, он пройдет любую трудность в своей жизни. Он пройдет любое испытание. И когда мы читаем о некоторых героях Библии, мы видим, они все переживают трудности в своей жизни. И они готовы к этим трудностям. Они подготовили себя. И они сохранили свое сердце перед Богом в чистоте. И это очень важно. Важно сегодня. И давайте поговорим о некоторых моментах, когда человек только начинает заболевать. Когда человек еще не попал в больницу, не попал в какую-то страшную трагедию, не попал в какие-то обстоятельства. У человека есть определенные симптомы. И когда человек оказывается уже в больнице, врач его спрашивает, А были ли какие-то симптомы в твоей жизни? И человек соглашается с врачом, и он говорит, да, были. У меня пропадал аппетит. У меня приходила апатия. У меня не было хорошего сна. Бессонница приходила. И много-много таких состояний, когда человек объясняет свои симптомы. Хотя это были именно звоночки человеку обратить внимание на свое здоровье, на свое состояние. Раз у тебя есть бессонница, нет аппетита, у тебя апатия или еще что-то происходит. Это говорит о том, что нужно заняться своим здоровьем. Нужно обратить внимание на свое состояние. И то же самое в духовном мире. Есть определенные симптомы, когда у тебя нет жажды питаться Божьим Словом. Ты не читаешь Божье Слово, ты не получаешь каких-то откровений. Тебе лень пойти на служение и послушать проповедь или выбрать, хотя раньше ты слушал с упоением проповеди, читал Божье Слово, молился, у тебя была жажда, ты двигался вперед. И вы знаете, это всего лишь симптомы, которые говорят о тебе, что ты болен, что ты в духовном мире очень слаб. И многие люди, они говорят, ну вот пришло искушение в моей жизни, и я не прошел это искушение, я упал, я соблазнился или еще что-то со мной произошло. Это говорит о том, что до этого были симптомы, были определенные звоночки в твоей жизни, была апатия, не ходил на служение, не слушал проповеди, не получал откровения личные от Бога. Это все говорило о том, что внутреннее твое состояние, ты голодный человек, ты тот человек, который не получает это нужное, необходимое питание для здорового образа жизни. Это очень важный момент. И также то, что мы делаем, если у тебя пропало желание служить, если у тебя пропало желание идти что-то делать для Бога, и ты где-то остановился. Вы знаете, питание, оно важно, но оно взаимодействует с нашим образом жизни. Оно взаимодействует с нашими делами. Если человека просто положить на кровать и правильно кормить его, но вы знаете, через какое-то время, даже имея правильное питание, у него появляются пролежни. Потому что человеку нужно двигаться, человеку нужно что-то делать, помимо того, что он питается. Нужно движение, в движении есть жизнь. И вы знаете, Бог это все дает, и Он говорит, и Он предупреждает нас, «Посмотри на свое духовное здоровье». Еще одно местописание я приведу из притчи 18 главы 15 стиха. «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Даже человек, когда заболевает, даже человек, когда проходит какие-то трудные обстоятельства в своей жизни, если его дух крепок, если его дух здоров, он проходит эти испытания, он проходит эти обстоятельства. Но если дух поражен, если дух болеет, если человек унывает в своей жизни, и наступает момент испытания, он не проходит его, он теряется, он соблазняется, он падает и отходит от Бога. Поэтому это очень важный вопрос в нашей жизни. И как я вам раньше сказал, необходимо всего лишь три момента. Я хотел бы с вами поговорить, как мы должны с вами упражняться только духовно. Физически мы понимаем, как это делать, но давайте подумаем, как духовно мы можем иметь упражнения. И Писание нам говорит, что мы должны с вами все служить, упражняться в благочестии, упражняться в добрых делах. Это то дело, которое Бог доверил каждому из нас. Давайте прочитаем Якова 1 главу 27 стих. Это говорит о том, что в нашем сердце. Это говорит о том, замечаем ли мы вообще вокруг себя людей. Замечаем ли мы боль какую-то, замечаем ли мы и видим место, чтобы послужить другому человеку. Очень важно обратить на это внимание. Якова 1 глава 27 стих говорит нам, «Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Бог побуждает нас, и Он говорит, если ты праведный человек, замечай нужды других людей. Замечай тех людей, которые гораздо слабее тебя. И может быть, это те люди, которые остались без отца, без матери. Это вдовы, это дети, это внуки, это те люди, которые незащищенные. И Бог говорит, я внимательно к ним отношусь. Каково твое сердце к ним? Помогаешь ли ты этим людям? Относишься ли ты к ним с уважением к этим людям? Служишь ли ты таким людям? Это очень важно, потому что порой мы зациклены на своих проблемах. Мы молимся только за свои нужды. У нас огромный список молитвенных нужд. Но в этих нуждах есть ли другие люди? Есть те люди, которые нуждаются. Есть те люди, которым ты помогаешь, кому ты служишь. И задай себе вопрос. Кому сегодня я служу? Помимо своей семьи, помимо своего дома, кому я служу сегодня? Кому я помогаю? Замечаю ли я сироту? Замечаю ли я вдову? Замечаю ли я этих людей? Вы знаете, однажды в 1965 году такой пожилой человек в возрасте 76 лет. Его звали Чарльд Чаплин. У него было 12 детей. И он написал такое известное письмо своей дочери Джеральдине. Он написал ей прекрасные слова. Он рассказал, он говорит, я всегда убаюкивал тебя, я рассказывал тебе сказки. Но вот тебе 12 лет, ты начинаешь служить, ты начинаешь выступать перед людьми. И он говорит, я хочу рассказать тебе сказку своей жизни, о которой я никогда не говорил. Когда ему было 5 лет, он за место своей мамы начал петь в театре, в уличном театре. И то, что он пел, играл, танцевал, он пел от голода. Он пел от того, что ему было холодно. И ему бросали монеты, он собирал подаяния. Вы знаете, этот человек сегодня добился в кино, в этой сфере, он очень больших высот. Этого человека приводят как человека легенду. Он на протяжении 40 лет с лишним смешил людей. В конце своей жизни он стал богатым человеком, успешным человеком, много чего добился. И вы знаете, своей дочери он пишет, когда ты будешь взлетать, когда искусство будет подымать тебя, обычно оно ломает ноги людям. И ты не должна забывать простых людей. Когда ты едешь в такси и общаешься, спроси, есть ли у этого таксиста, жена, беременна ли она. Дай ему денег. Пройдись просто по улицам, езди на метро, на автобусах и замечай других людей. Потому что слава, которая придет тебе, она может погубить тебя. Деньги, которые придут в твою жизнь, они могут погубить тебя. И он учит свою дочь, что никакое богатство и слава не должна сломать человека, чтобы человек перестал быть по-настоящему человеком. И он это пишет ей на Рождество. И он вдохновляет ее. И он говорит ей словами Библии, помни сирот и вдов. Помни сирот и вдов. Не забывай про таких людей. И тогда ты многого добьешься в своей жизни. Вы знаете, когда мы смотрим на какие-либо церкви, какие церкви сегодня живут? Те церкви, которые служат. И служат другим людям. Очень важно служить другим людям. И Бог, Он приходит в эти моменты. И сама жизнь приходит. Потому что мы служим. Он заинтересован в спасении людей. Многие люди спрашивают меня очень часто. Пастор, помолись за это. Пастор, помолись за то. Пастор, где мне работать? Куда мне поехать? Я вам скажу, что вы сами определяете, где вам работать, куда вам поехать, чем заниматься. Но когда мы узнаем Божью волю, в Божьей воле мы видим, у Бога одна программа. Это спасение людей. Это спасение людей. Это не только твоя работа, это не только твоя карьера или еще что-то. Бог заинтересован, чтобы все люди спаслись. Поэтому задай себе также вопрос. Я сегодня кому-то проповедую? Я кого-то привожу в церковь? Я за кого-то молюсь, за его спасение? И помогаю ему в этом? Или нет? Если нет, то значит, где-то мы духовно ослабли. Где-то духовно расслабились. И жизни Божьей нет. И нету мира, и нету порядка, и нету радости, потому что радость приходит только от служения. От служения людям, от помощи этим людям. Приходит радость от Бога, приходит сила и жизнь. Следующий момент, второй. Здоровому человеку нужно иметь правильное сбалансированное питание. Для нас это Божье Слово. Это Божье Слово, которое мы любим, которое мы читаем, и которым мы делимся с другими людьми. Поймите, врачи нам говорят, вы есть то, что вы едите. Как это актуально сегодня? Мы есть то, что мы видим, слышим, что в нам заходит. Проверь себя, что ты смотришь, что ты слушаешь, на каких YouTube-каналах ты сидишь, в социальных сетях, что в тебя входит. Ты представляешь, ты становишься таким человеком. Ты питаешься этим, эмоционально, духовно, душевно. И если ты не читаешь Библию, знаешь, твое питание несбалансированное. Оно несбалансированное, оно плохое питание, потому что мир начинает влиять на тебя, и он разрушает тебя. И потом мы видим какие-то моменты в твоей жизни, что ты уже не отличаешь. А что есть грех, а что есть праведность. Ты начинаешь допускать какие-то в своей жизни компромиссы, соглашаясь с этим миром, со грехом. Почему это происходит? Потому что не знаем Божье Слово. Иисус Навин 1,8 нам говорит, да не отходит себя книга закона от уст твоих. Но поучайся в ней, поучайся, дабы в точности исполнить все то, что в ней написано. И только тогда ты будешь успешен в путях твоих. Очень важно, Библия, Божье Слово, она близко к нашим устам. Это наше питание, это Слово, которое мы проговариваем, заучиваем, это Слово, которое дает нам силу и жизнь. Апостол Иоанн, он пишет подросткам, он пишет юношам, и он говорит, юноши, вы сильны, потому что вы имеете Божье Слово. У вас есть Божье Слово, вы его знаете. И вот человек может быть сильным только тогда, когда Божье Слово он знает, он вкушает его, он читает его, он пользуется этим Божьим Словом. И тогда этот человек духовно здоров. Мне нравится Псалом, 118, 34 стих. Давид, он пишет прекрасные слова. И давайте все прочитаем Псалом, 118, 34. И здесь он говорит, вразуми меня, и буду соблюдать закон твой и хранить его всем сердцем. Бог может вразумить нас, Бог может дать нам откровение, Бог может дать нам мудрость в жизни, когда мы ищем Бога, когда мы взываем к Нему, и Он посылает к нам Своё Слово, Он посылает нам откровение. И мы вразумляемся, и мы наставляемся, и мы имеем мудрость от Бога, как нам жить и как нам поступать. У такого человека будет сильный дух, такой человек будет всегда молиться, всегда благодарить. Заметьте, как вы относитесь к трудностям, как вы переживаете за них. О, еще одна трудность, еще одна проблема. А некоторые люди говорят, слава Богу, я благодарю Бога, да, проблемы пришли, я хочу увидеть, как Бог прославится во всех этих проблемах, и Он будет использовать меня. Это нужно мне, мне нужно пройти испытание, мне нужно пройти, как золото, которое очищается огнем, испытание своей веры, значит, и проба на мне будет выше. Так ли мы относимся к обстоятельствам? Нужно посмотреть, Бог, Ты приводишь в моей жизни трудности, какие-то испытания, это всего лишь возможность, чтобы я стал лучше, чтобы я стал крепче, чтобы я что-то из этого научился. Это очень важно. И последнее, третье, мы должны не забывать, что нужно иметь сбалансированный отдых. Мы говорили о том, что физически мы укрепляем свое здоровье, мы ведем подвижный образ жизни, есть время для отдыха, есть время для хорошего сна, есть время для отпуска на море, есть разные такие моменты, которые важны человеку. Я вам скажу, если вы давно не ездили в отпуск, для вашей семьи, для вас это очень необходимо, но это определенное время, и потом возвращайся, начинай служить. И вот в Боге, что нам дает отдых, что нам дает Бог, и что Он предлагает? А Он предлагает нам молитву. Молитва является тем местом, которое приводит наши мысли, наше сердце в покой. Ты не знаешь, как жить, ты не знаешь, как поступать, ты не знаешь, как эти обстоятельства преодолеть, ты с ними, может быть, и не сталкивался никогда, но Бог говорит, зайди в тайную комнату, начни молиться, и к тебе придет покой, к тебе придет отдых, где ты скажешь, Бог, возьми мои проблемы, возьми мои трудности на себя, я возьму твое служение, твои трудности, твое бремя возьму, Бог, помоги мне пройти эти обстоятельства. И вы знаете, только в молитве приходит мир Божий, приходит покой, приходит ответ в твою жизнь. Нам очень важно всем молиться, молиться, рассуждать в молитве, молиться, искать Бога, может быть, какое-то время брать пост, не просто, когда и даже в церкви объявляются посты, но лично поститься, задавать какие-то вопросы Богу. И это очень здорово, потому что Бог, Он желает работать с твоим сердцем, Он приведет тебя в покой. Это момент, когда ты заглушаешь все остальные голоса, телевизора, интернета, работы своей, еще каких-то моментов, чтобы Бога услышать, нужно заглушить эти голоса, нужно отвести себя в такое место, где ты будешь только ты и Бог. И ты будешь молиться, и ты будешь получать Божью силу. И когда мы получаем, вы знаете, когда человек здоров, когда человек стабилен, он может нести этот мир, этот покой другим людям. Он может давать направление и показывать фокус правильный для людей, которые окружают его. И я хотел бы прочитать такое местописание, как книга пророка Исаия, 50 глава, 4 стих. Бог очень говорит важные слова, когда ты духовно здоров, вокруг тебя происходит исцеление. Ты прикасаешься к другим людям, и чем ты наполнен, ты начинаешь это производить. И вот Божий человек, здоровый человек, он несет вот эту благодать, он несет исцеление, он несет веру, он вдохновляет других людей. И пророк Исаия говорит, 50 в 4 стихе, «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает и пробуждает ухо мое, чтобы я слышал подобно учащимся». Такие прекрасные слова. Настоящая любовь между родителями и детьми. Это безусловная любовь. Родители любят детей своих, безусловно, то же самое и Бог Отец. Он любит нас, безусловно, и Он говорит, научись от Меня. Открой свои уши, открой, потрать свое время пообщаться со мной и быть в молитве. И я дам тебе мудрости, я дам тебе силы, я дам тебе покой. И это будет влиять на твою жизнь созидательно. И Он говорит, даже с другими людьми, когда ты будешь общаться, уста мудрых врачуют других людей, дают хороший совет, вдохновляют, помогают другим людям. По одной лишь причине, что этот человек проводит время в молитве с Богом. Он ищет Бога. И это очень важный момент. Последнее местописание, которое я хотел бы вам прочитать, многие из вас не знают наизусть. И после этого мы будем с вами и молиться. И давайте обратим свое внимание на Псалом Давида. Псалом 1. Мы прочитаем только три стиха. Этот Псалом нам говорит о духовном здоровье, о духовном иммунитете, который мы с вами можем иметь. И давайте прочитаем с первого стиха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Бог говорит, где твоя активность, где твои дела, где твое тело, где твое сердце, где твоя душа, где она находится. Это очень важно, то место, где ты находишься и кто на тебя влияет. Поэтому, если это нечестивые люди, это нечестивые какие-то каналы, это что-то непристойное, это будет влиять и разрушать тебя. И Божьим людям Он говорит, не место тебе там находиться. Я видел много людей, которые приходили в церковь, плакали, поднимали руки, молились и были такими духовными людьми, но в какой-то момент оставили. И они думали, мне вот этой пищи хватит надолго, но через какое-то время я увидел, их глаза, они тухли, их глаза, они не отображали Божью славу, они стали, осуетились в делах. И один такой молодой человек, вы знаете, он упал. Он упал, потому что ему мир стал интересен. А Писание говорит, не любите мира, не того, что в мире. Ему стал интересен этот мир, ему стала интересна мода, и вы знаете, этот человек уже далеко отошел от Бога, его даже в церкви нет. По одной лишь причине, он не соблюдал вот это правило. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Поэтому, можно перенестись сейчас с помощью интернета и быть в разных собраниях. вопрос в том, в каком ты собрании, кто на тебя влияет, кто твои друзья. Это очень важный момент, потому что это будет приводить тебя либо к упадку, либо к созиданию. Второй момент, второй стих. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. Это то лекарство, это то сбалансированное питание, которое необходимо тебе в законе воля его. То есть, твоя воля, твоя жизнь, твои дела должны быть в Божьем законе, в Божьей воле. Ты должен спрашивать, Бог, а какова воля твоя? И порой, Божья воля, она расходится с нашими путями. Мы думаем, куда нам поехать, в город побольше, устроиться на какую-то более хорошую работу, подняться по карьерной лестнице или еще что-то. Вы знаете, это человеческие планы, это не Божьи планы. Ты можешь сам выбрать себе работу, карьеру, то место, где тебе находиться, но очень важно найти Божью волю. А Божья воля и Божий закон в спасении людей, в помощи людей. И он обращает наше внимание, что ты должен служить. И порой, служить, это большая цена. В Библии написано, за все отвечает серебро, но вы знаете, серебро я хотел бы сравнить с тем моментом, что это цена, которую платит каждый человек. Цена. Иисус заплатил цену в своей жизни, чтобы приобрести. Так же и в своей жизни. Мы будем платить какую-то цену. Мы будем от чего-то отказываться. Мы будем говорить, это мне не подходит, я буду питаться Божьим словом, я буду проповедовать Божье слово, я буду размышлять о Божьей воле. Это цена. Потому что кто-то бегает, отдыхает или еще что-то делает, а кто-то каждый день, каждые выходные в Божьем слове, в Божьем покое, в церкви, в молитве. И такой человек только будет силен. И такой человек будет успешен. Последний стих, третий. Это обетование для каждого из нас, что мы можем иметь в своей жизни. И будет он, этот человек, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, но во всем, что не делает, успеет. Мы хотим быть такими людьми, духовно здоровыми, физически здоровыми людьми. Дух крепкий, сильный, приносим плод в свое время, приносим плоды, везде успеваем, но Бог определяет, и Он говорит, предыдущие два момента делай, читай Божье Слово, служи другим людям, найди Божью волю в своей жизни, и только тогда твоя жизнь будет сохранена, только тогда ты будешь процветать, только тогда ты будешь у источника воды. Но многие не делают, не хотят служить, не хотят питаться, не хотят Божье Слово применять в своей жизни. Вы знаете, духовно будете слабы. Бог говорит, задумайся о духовном здоровье, задумайся, оно не сразу появляется, нужно время, нужна дисциплина, чтобы проникнуть в Божье Слово. И вы знаете, когда я читаю Библию, читаю, готовлюсь к занятиям, к каким-то моментам, вы знаете, мне это интересно, я погружаюсь в какие-то вещи, я ныряю туда, а потом замечаю, что прошло два часа, три часа, а как будто бы пять минут прошло, пятнадцать минут, а ты читаешь, ты в Божьем Слове, но ты выходишь оттуда очень сытый, ты выходишь вдохновленный, ты выходишь сильный, и потом ты отдаешь это другим людям, ты вдохновляешь, у тебя есть нерассказанная проповедь, у тебя есть откровение, у тебя есть молитва, у тебя есть многое, потому что Бог обогатил тебя, и ты врачуешь многих и многих людей. Для кого-то я хотел сказать, если вы не учились никогда в библейской школе, приходите в библейскую школе и учитесь в Божьем Слове. В этот понедельник утром, в девять утра мы начинаем библейскую школу, и также, кто работает, вы можете учиться вечером, приходите в восемнадцать-тридцать, если вы никогда не учились, и вы испытываете такую нужду. Я многим людям задал в этот отпуск один вопрос, а как ты понимаешь в Библии этот вопрос, а как этот, а как этот, а люди не могут ответить, у нас даже нету разумения, нету понимания этих мест Писания. Я говорю, идите в библейскую школу, там большое богатство для вашей семьи, для вашей работы, для ваших отношений, Божье Слово есть большая сила для каждого из нас. Не пренебрегайте этим. Поэтому приглашаю, не учился, приходи. А если учился, начинай служить, начинай что-то делать в церкви, подойди к пасторам, спроси, я учился когда-то, но где-то ослаб, где-то осуетился, найдите мне служение, поместите меня в это служение, начни служить людям, начни служить в церкви. Это очень важный момент. И Бог говорит, ты будешь таким человеком, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой, во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Давайте мы поднимемся сейчас. Я хотел бы в первую очередь обратиться к тем людям, может быть, есть те люди, которые впервые сюда пришли, и вы никогда не молились к Богу, можно увидеть вашу руку, чтобы вместе с вами помолиться. Если вы такой человек, кто нуждается в молитве, в примирении с Богом, в покаянии, если ты такой человек, подними руку и приходи сюда, мы будем молиться с тобой. Ты нуждаешься, и мы будем молиться. И вы знаете, Бог отвечает на молитву, Бог помогает. Есть такие люди, помахайте, пожалуйста. Если есть, выходите сюда вперед, чтобы мы могли совершить эту молитву. Это самое главное, то, что ты можешь сделать в своей жизни. Примириться с Богом, это первый шаг. И твоя жизнь изменится. Во-первых, духовно. Во-вторых, физически. Если есть такой человек, приходи сюда вперед. Если стесняешься, мы сейчас будем молиться, и также обращаясь к тем людям, которые смотрят нас онлайн, мы помолимся этой молитвой. Повторяйте эту молитву за мной. Бог Отец, я прихожу к тебе во имя Сына твоего, Иисуса Христа. И я прошу тебя, прости мне всякий мой грех. Я исповедую тебя своим Господом и Спасителем. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, сообщите нам в чате. Если вы в зале помолились такой молитвой, придите сюда вперед после служения. Скажите, я молился такой молитвой. И давайте мы помолимся друг за друга, помолимся за наше духовное здоровье. Господи Боже, мы благодарим Тебя за это время. Мы благословляем Тебя, Господь, и превозносим на этом месте. Мы просим Тебя, Господь, чтобы нам задуматься сегодня о нашем духовном здоровье. В каком состоянии мы сегодня находимся. Господи, может быть, мы переживаем трудности, искушения, апатию, депрессию, Господь Боже. Я прошу Тебя, это всего лишь говорит о симптомах, это говорит о том, что нам нужно задуматься, что где-то мы оставили служение, где-то мы оставили Божье Слово, где-то мы оставили молитву, Господь Божий, и мы просим Тебя, дай нам вернуться ко всем этим истинам, ко всем этим моментам. Дай нам начать молиться, дай нам искать, Господь Божий, Твоей воли, дай нам служить, помогать другим людям, Господь Божий, во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя, дай нам читать Божье Слово и получать откровения, и жаждать, Господь Божий, Твоих откровений, Твоих слов, Твоих заповедей в своей жизни, чтобы отличать добро от зла, чтобы отличать праведного от неправедного, чтобы отличать волю Божью от воли человеческой в своей жизни. Мы нуждаемся сегодня в этом во имя Иисуса Христа, чтобы мы были совершенные люди. Мы преуспевали в добре, в истине, в верности Тебе. Господи, мы нуждаемся в этом, и мы отдаем себя в Твои руки. Работай с нашими сердцами, и дай нам делать эти шаги, дай нам укреплять свое духовное здоровье, дай нам делать это постоянно, Господь Божий, дисциплинированным. Может быть, нам это где-то не нравится, где-то нам это тяжело, но дай нам это делать, Господь Божий, и видеть Твою работу в своей жизни во имя Иисуса Христа. Господи, побуждай нас, вдохновляй нас, исправляй нас, Господи, через Слово Твоем во имя Иисуса Христа. И мы просим Тебя, Господь Божий, в наших молитвах пусть будет не только наши нужды, но и другие люди, Господь, и наше служение, Господь Божий, пусть будет другим людям, помощью для других людей во имя Иисуса Христа. Расширь наше сердце, исцели наше сердце. Мы нуждаемся, чтобы нам вмещать других людей во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь Божий, за это Слово. Благодарим Тебя, Господь, и славим Тебя, и принимаем Его во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь Божий народ скажет Аминь. Будьте благословенны, присаживайтесь на короткое время, еще будут объявления. Субтитры создавал DimaTorzok